Привет, красотки! Ну что, я думаю, по названию вы уже видели, о чем будет нынешнее видео. Эта тема захватила весь русскоязычный ютуб, а именно макияж для нового года. И, как вы видите, интриги уже нету, поскольку вы видите результат. Но вот узнать, каким сложным и тернистым путем я к нему пришла, вы сможете только если посмотрите видео. Так что, приятного вам просмотра! Ну что, вот мы и встретились, мое голое лицо и вы. Но сейчас мы его заштукатурим. Но это нехорошее слово. С КМ мы его немножко облагородим, потому что мы собираемся встречать Новый год. И для этого нам нужен тон, разумеется. Нам нужна тональная основа. Я выбрала вот этот вот BB-KM от Holika Holika. Aqua Petit BB. По имуществу этого BB, вообще у него много преимуществ. Несмотря на то, что это BB-KM, он вполне классно перекрывает все незначительные недостатки. Там покраснение у крыльев носа и тому подобные вещи. Он не настолько плотный, чтобы перекрыть акне или там яркие какие-то пятна. Также мне нравится, что он никогда не смеет подчеркивать шелушение. Хотя у меня сейчас кожа в относительно неплохом состоянии, несмотря на то, что уже зима. Тем не менее, вот с ним вообще можно не волноваться об этой проблеме. Он такой классный, в какой-то степени жирненький и обволакивающий. И когда я его купила, я поняла, почему все хвалят каэйские BB-KM, даже самые, что ни на есть бюджетные. Именно этот макияж я решила сделать таким, какой бы я никогда не стала носить в обычной жизни. Более, так же, праздничным и фантазийным. И попробовать то, что я обычно не делаю. Так, я нанесла тональную основу и теперь нам нужно ее запутать. И сейчас я хочу сделать это очень тщательно, очень досконально, чтобы фотография потом у меня не блестела, там кусок лба внезапно. Поэтому я возьму маленькую кисточку. Это у меня козочка от Иллуи. На самом деле, она для хайлайтера. Но сегодня она будет наносить транспарантную пудру от Катейс. Да, 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 это будет долго. Но у нас сегодня макияж без спешки. А вы смотрите каэйских BB-блогеров? Я обычно нет, но иногда попадаю на видео одной девчонки. Ее зовут Пони. Она такая очень красивая. И вот она все делает очень маленькими кисточками. Очень тщательно, знаете, так методично, не спеша. И это так мило выглядит. Но у меня, конечно, молодец. У нее много терпения. Обычно у меня такого нет. Но вот сегодня я решила последовать заветам Пони. Так можно и дзен постичь, в нирвану, в пасть, если так посидеть минут пять. Мне начинает нравиться. Итак, на очереди у нас брови. Я долго думала, чем их сделать. Я решила задействовать помадку из Китая из моего прошлого видео. Вот она, IMAGIC. Поздоровайся, IMAGIC. Привет! И кисточкой будет выступать моя бессменная фавоидка последнего времени. Рилуи. Для бровей, по-моему. Или для стрелок. Вот никак не могу посмотреть и вспомнить. Ну что, бровь номер один. Я брела уже форму, которая должна была обладать с рождения. Но что-то пошло не так. И зато сейчас я нарисую себе бровь номер два. То есть левую. Если подумать, это моя левая бровь. Вторая бровь поняла, что сопротивление бесполезно. И лучше сдаться без боя. Поэтому с ней справилась как-то рекордно быстро. Так, брови у нас слегка разные. Но надо помнить, что брови это сестры, но не близнецы. И какая прекрасная фраза, которая оправдывает мою рукожопость. Ладно. Итак, брови есть, тон есть, пудра есть. Ну что, глаза? Итак, дамы, думаю, вас интересует, какой именно палеткой я буду выполнять сегодняшний макияж глаз. На самом деле, я долго размышляла над этой темой. И, к сожалению, результат слегка поисказуем. Это будет палетка от Бернович. В этот раз я выбрала London Inspiration. Потому что подумала, что я несправедливо мало внимания уделяла ей в своих предыдущих видео. И, к тому же, посмотрите на ее гамму. Она такая довольно-таки новогодняя, я бы сказала, если вам есть и зеленые, и красные, и розовые, и золотые цвета. А еще в помощь London Inspiration я подобрала себе самонаборную палетку от тех же вездесущих Бернович. Вот честно, честно, они мне не доплачивают. Так уж получилось, что у меня собралось много их теней. Эту палетку я собирала сама из их однушек. И отсюда я буду использовать сегодня матовые оттенки. Сегодня мы с вами будем делать катка из. Поэтому начнем с того, что проложим матовые тени в складку века. Я буду использовать вот этот оттенок. Он у них под номером идет 150. И, кстати, пользуясь случаем, хочу заметить, что этот оттенок потрясающий. Именно в качестве, знаете, некой тени для затемнения складки века. Некого переходного оттенка. Он чем-то напоминает скульптор, кстати. Поэтому, в принципе, не обязательно искать что-то такое и покупать. Вот можно вполне использовать скульптор. Но он, наверное, чуть-чуть теплее, чем мог бы быть скульптор. Вот. Когда я только купила этот оттенок, я немножко не поняла. У меня он казался недостаточно пигментированным. Но потом я осознала все его прелесть. Знаете, не всем оттенкам следует быть очень сильно пигментированными. Возможно, на камеру он и не виден. Камера съедает макияж. Но в жизни это просто мой незаменимый помощник. Наверное, я им пользуюсь чуть ли не в каждом первом своем макияже. И уже дальше я буду осторожно затемнять цвет ближе к подвижному веку. Чтобы затемнить еще больше нашу складку, здесь мы уже возьмем Ladan Inspiration и возьмем здесь вот этот самый темный матовый коричневый цвет. Я, наверное, его смешаю с этим предыдущим оттенком и заодно немножко сниму об него цвет. Я ставлю точку где-то в самом уголке внешнего века. Плюс эта точечка немножко переходит уже на неподвижное веко. И эту же комбинацию я сейчас поведу в складку. Чтобы макияж мой не получался слишком скучным и коричневым, я хочу немножко добавить вот этого оттенка цвета фуксии. Но, знаете, он тоже очень сильно пигментирован, поэтому с ним надо быть осторожной. Я сделала достаточно сильную тень. Теперь мне обязательно нужно растушевать границы, чтобы не остаться с таким фингалом вместо теней. Обычно на этом этапе меня начинают нести, поэтому я могу взять и вот такой цвет. Здесь он такой на камеру кажется светлым, но на самом деле это, знаете, такой цвет нежного персика. Он в какой-то степени даже слегка сатиновый, немножко. И, как всегда, у меня в макияже будет тысяча оттенков понамешанных. Давайте попробуем сделать каткриз. Возьму консилер, наберу его немного на руку. Так. И уже с руки перенесу себе на веко. Наношу похлопывающими движениями, чтобы печатать его, а не размазываясь вместе с тенями по веку. И мне нужно сейчас припудрить свой консилер. Я все припудриваю, у меня какая-то мания припудривать. Теперь самое интересное. Какой из шиммеров мы выберем? Знаете, какой выбрала я? Бронзовый песок. Он вот здесь. Это оттенок такого, знаете, чистого золота, золота бронзы. Он яркий и в повседневной жизни я не могу его использовать. Ну а так как у нас праздничный макияж, можно воспользоваться моментом. И нанести этого золотого красавца себе на все подвижное веко. Гулять так гулять. Возьму кисточку из пони от Элуи и попробую ей продолжить. Не то, чтобы пальцы с меня не устраивали, но просто, не знаю, в последнее время почему-то перешла на кисти в этих случаях. Я не могу остановиться. Мне хочется как можно больше шиммеров. Но во всем нужно знать меру, поскольку я им уже начала залезать туда, куда залезать им не следует. Вот такой золотой глаз у нас получается. И это еще не все. Я же говорю, меня чуть-чуть совсем занесло. Это, конечно, не совсем сумасшедший макияж, но я хочу добавить ему некую изюминку. А именно, я хочу использовать оттенок фуксии на нижнем веке. Пожалуй, я начну с того, что возьму безопасный оттенок. То есть, вот этот вот 150-й. И растушую его по всему нижнему веку. А потом уже сверху кое-где нанесем нашу фуксию. Им же заодно я стараюсь соединить нашу тушевку верхнего века и нижнего. Ну, типа как true-визажист. Которыми я, конечно, не являюсь, но да ладно. Отлично. Набросок создан. А теперь уже можно пойти в разнос и взять фуксию. Ну что, нанесла немножко фуксии. А теперь еще затемню самый-самый внешний уголок века темненьким оттенком. На этом этапе у меня начинается мандраж. Я хватаю все кисти без остановки и мне нужен помощник. Сейчас я вам его покажу. Итак, мой незаменимый помощник в данных ситуациях это мистер полотенчик. Кто-нибудь смотрел в режиме парк? Так вот, зачем мне нужен мистер полотенчик? Потому что у меня, к сожалению, не 10 кистей и даже не 5 одинаковых, а всего 2 одинаковые кисти. И иногда у меня просто жажда действия. Я не могу искать вторую кисть. В общем, я беру кисть, я беру мистера полотенчик и просто делаю вот так вот. Таким образом, я ее вытираю и она снова готова к бою уже с другими тенями. Я не знаю, это лайфхак или это ужасно неправильная штука. В общем, воспринимайте как хотите. Да, результат мне нравится, но я чувствую, что золотому оттенку слегка одиноко. Ему нужна поддержка с воздуха. Ему нужна поддержка на нижнем веке. Ну и раз уже у нас праздничный макияж, то сделаем из себя драквин на минималках и добавим этот же бронзовый. оттенок на наше нижнее веко в внутренний его уголок. Так, ну что, основная работа готова. Сейчас остались такие скучные вещи, как прорисовать межрясничку, накрасить веки тушью. Давайте быстренько это все и сделаем. В роли прорисовывателя межряснички выступает наш бессменный ведущий вельвет Каял от нашего любимого бренда Элуи. А заодно я дарисовала себе Каялом внутренний уголок глаза. Совершенно случайно я тут купила какую-то новую тушь от Luxe Visage. Push Up Effect Perfect Color. Я накладные снизу не клею, потому что у меня их нет. Но если бы были, может быть и наклеила бы. И, кстати, по-хорошему, если уже творить такую дичь с глазами, то лучше делать это до тона. Поверьте мне. Сейчас у меня под глазами творится нечто невообразимое. Куча блесток, куча темных теней. Все это нужно обязательно замазать консилером. В общем, предлагаю так. Я делаю за камерой консилер. И вот это все работает со вторым глазом. И возвращаюсь к вам. Скобилищ. Но нам нужно двигаться дальше. Итак, дальше нам нужно поработать с нашей пластикой лица. А то она совсем такая скучная, как блин. Нет, мы должны это исправить. И начнем мы, пожалуй, с румян. В честь праздника я достаю свои румяна от Меслин. Румяна эти цвета кораллового. Немножко с примесью лососятины такой. То ли дело в кисти, то ли дело в этом освещении. Но сегодня румяна уже очень скромно выложатся на мои щеки. Поэтому приходится наслаивать и наслаивать. Знаете, это меня больше устраивает, чем пятна в стиле Марфи. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Ну что, румянец есть. Скульптор я сегодня наносить не хочу. Но у меня есть бронзер. И вот так сейчас я спалю вам все мои новинки за декабрь. Это бронзер от Катрис. Вот так он выглядит. Sun Lover. Ну да, я Sun Lover. Я люблю солнце. Так, и я его вместо скульптора нанесу слегка. У меня просто такой теплый образ. Поэтому, я думаю, бронзер здесь будет в тему. Ну что, какой же Новый год без хайлайтера? Знаете, мне нужен теплый хайлайтер, но в то же время, чтобы он не был каким-то выбивающимся. У меня, наверное, такого и нет. Ну, пусть будет такой легкий морозный нюанс. Ничего страшного. Так, дорогие мои дамы и, возможно, господа, у нас осталось завершающее что их. Это, разумеется, помада. Я не буду тут оригинально. Как вы можете видеть, это Metallic Velvet от E.Louis. Но дело в том, что она отвечает многим параметрам. Она более-менее стойкая, хоть и не железно-бетонно стойкая. У нее потрясающий красный цвет. Это оттенок 07, который называется смешно как-то хо-хо. И когда еще носить красную помаду, как не на праздник, как не на Новый год? В общем, хватит демагогии. Давайте начнем. Я хочу с этой помадой расшалиться и вылезти за контур губ. Поэтому мне сначала необходим карандаш. Карандаш у меня обычный абсолютно. Это от Luxe Visage карандаш. Но он подходит по цветам. Кораллово-красный. И, в общем, поехали. Готовенько. Вообще, можно было бы и все губы им закрасить, чтобы это был, знаете, последний рубеж. Когда Коисса победит помаду, под ней окажется еще и карандаш. Сюрприз, мазафака. Вот, но этот карандаш подсушивает губы. Они у меня и сейчас не в лучшем состоянии. Так что я решила не злоупотреблять. Берем нашу помаду и начинаем художество. Волосы прекратить электроизоваться. Я пытаюсь покрасоваться перед камерой. Ну что ж, вот, собственно, и результат. Такой макияж у нас получился. Я бы сказала, что он достаточно яркий. Он, знаете, для тех девушек, которые хотят, чтобы их на Новый год уж точно запомнили. И не важно, каким образом. В целом, мне он понравился. Но в качестве альтернативы я бы хотела в следующем видео снять более спокойный макияж, более нюдовый и более быстрый. Ну что, девчонки, пока что на этом все. Я жду обязательно ваши комментарии под этим видео. Пишите, понравился макияж или же нет. Понравилась ли вам идея для моего следующего видео. Вот. А я вам пока что хочу пожелать замечательной предновогодней суеты. Чтобы вы с удовольствием выбрали толковые подарки для себя любимых. в первую очередь, а потом для всех своих друзей и близких. И обещаю вам, что скоро мы увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok